В редакте инственной организации FATU есть личность, полностью поглощённая своими исследованиями и созданием неизвестных машин. Речь, конечно же, идёт о Сандроне, также известной под зловещим прозвищем Марионетка. Седьмая из 11 предвестиков, она, подобно призраку, редко появляется на публике, проводя всё время в потаённых лабораториях. Но что же скрывается за её маниакальной одержимостью механизмами? Какие тайны хранит прошлое этого загадочного существа? Сегодня мы попробуем разгадать мрачные секреты Сандрона. Ну и как все предвестники, своё имя Сандрона получила от одноимённой маски в традиционной итальянской комедии Дель Арта. Эта редкая маска, которую использовала лишь трупами модены, представляла собой образ скромного, находчивого, но при этом грубоватого крестьянина. Любопытно, что изначальную роль Сандрона играла не актриса, а Марионетка. Деревянная кукла, которая передвигалась с помощью нитей. Возможно, это имеет какое-то отношение к нашей предвестнице, ведь на китайском языке её зовут просто Марионетка. Намёк ли это на её неестественную искусственную природу? А если вы тоже хотите выбивать новых персонажей, на сайте Genshin Drop можно купить кристаллы и луну дешевле, чем в игре. Это полностью безопасно, ведь нужен только ваш UID. Моментальные выводы, конкурсы, раздачи и ивенты – всё это тебя ждёт на Genshin Drop. Также на сайте появились полностью бесплатные коробки, для открытия которых достаточно участвовать в активности сайта и отмечаться каждый день. А по промокоду на экране вы получите чайники, на которые сразу можете открыть коробочку Pyman. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. Даже другие предвестники отмечают крайнюю степень поглощённости Сандрона её исследованиями и конструированием загадочных механизмов. Она безраздельно игнорирует всё остальное, ставя свои работы над любыми другими интересами и потребностями. Орликина признаётся, что марионетка редко появляется на публике, ибо целиком она ушла в создание своих машин, замкнувшись в скрытых лабораториях. Даже язвительный скоромучек, который критикует всех и всё, вынужден признать самоотверженность и одержимость Сандрона. Пусть и критикуют качество её изобретений, называя их мусором. Помимо пугающей одержимости, Сандрона отличает ледяная их однокровность и неприветливый, отталкивающий характер. Тарталь рассказывает, что при редких встречах с ним, предвестница смотрела таким взглядом, будто хотела его убить. Хотя сам он ей ничего не сделал. Это наводит на мысли, что с марионеткой следует быть предельно осторожным. Возможно, она воспринимает любого несванного гостя, как потенциальную угрозу своим драгоценным разработкам. Показательная и безжалостность, с которой Сандрона учит подчинённых. Но главной тайной окутывающей Сандрона остаётся загадкой её происхождения и возможной связи с трагическими событиями прошлого. Многие фанаты отмечают поразительное сходство внешности марионетки с Мари Анн, сестрой знаменитого фонтейнского учёного. Это наводит на смелую теорию о том, что одержимый работой Ален, тосковавший по погибшей в молодости Мари Анн, мог скрытно создать совершенного андроида, похожего на неё, как две капли воды. А что если шедевр безумного гения, передавая умная машина далёкого прошлого, пережила века и каким-то образом очутилась в рядах вату под именем Сандрона? Ещё одной потенциальной зацепкой к разгадке является упомянутая связь марионетки с неким учёным по имени Массо, который также вёл исследования в области умных машин. Предвестница проявила поразительную жестокость, когда её агент Йенг провалил задание по поискам затерянной лаборатории Массо. А ранее она уже преподала единственный урок другому агенту Жаверту, чьё французское имя может указывать на фонтейнское происхождение. Не исключено, что работы Массо и Алена прямо связаны с созданием Сандрона. Останется ли главная тайна седьмой предвестницы вечной загадкой? Или же в будущем развитии сюжета мы неизбежно узнаем ужасающую правду о том, кто или что на самом деле скрывается за маской зловещей марионетки? Сандрона – одна из самых загадочных и потенциально опасных фигур в Фатуе. Её расчётливый ум полностью поглощён экспериментами с машинами, но при этом даже другие предвестники критикуют результаты её работ. Она предана своим исследованиям до фанатизма, но холодна и безжалостна к окружающим. А самое главное – её происхождение определённо хранит мрачные тайны прошлого. Ну и по классике не забывайте подписываться, не сгибайте диалоги в игре. И всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok